Приветствую! Приветствую вас еще раз, дорогие мои, в этом эфире благословения вам, мира, радости, благополучия. Да пребудет Господь, Бог в вашем доме, да будет Он главой вашего дома, вашей семьи, да будет Он радостью для вас, миром, покоем. Когда Иисус был со своими учениками, Он научил их говорить одну удивительную фразу, и в этой фразе было заключено многое. Он сказал, когда вы придете в какой-либо дом, какое-либо место, скажите этому месту, скажите этому дому шалом. И мир, который вы высвобождаете, будет почивать на этом доме. А если этот дом недостоин, то есть если он не принимает, отвергает, то этот мир вернется к вам. Поэтому нам важно сегодня, дорогие, когда мы говорим «мир вам», мы желаем мира вашим домам. Я желаю мира, мира вашему сердцу. Царство Божие – это праведность, радость и мир в Духе Святом. И Иисус сделал акцент на то, что мир, который присутствует в Царстве Божьем, очень важно, чтобы это Царство Божие было внутри нас. И когда внутри нас есть этот мир, покой, уверенность в нашем Господе, доверие Ему, тогда этот мир распространяется на всех окружающих, на всю нашу семью, на работу, на обстоятельства, на ситуации в городе, в стране. Да пребудет мир в ваших сердцах, что бы ни происходило вокруг. В сегодняшние дни какие бы бури, стрессы, потрясения, новости, события, они так часто сменяются сегодня. Кто-то на кого-то нападает, кто-то где-то стреляет, кто-то где-то кого-то подрывает, кто-то слышит о новостях ливней, дожди, землетрясения, бури, бедствия, пожары. Сохраняйте мир. Пусть мир пребудет в вашей семье, в вашем доме, потому что Господь никогда своих детей не оставит. Это истина, это да и аминь. Так будет, потому что Господь верен своему слову. Итак, дорогие, мы сегодня с вами обратим внимание на один удивительный псалом. Вы знаете, что книга псалмов самая большая книга в Библии. В ней прописано 150 псалмов. И эти псалмы записали певцы, левиты, те, кто поклонялись Господу, те, кто любили Бога всем своим сердцем, славили Его, поклонялись Ему. Конечно, другие пророки, те, кто писали повествовательные писания, все писания Бога духновенны. И я верю, что каждый слуга Божий, кто писал книгу Библию, они любили Бога. Но я хочу сделать акцент на псалом, потому что это было музыкальное послание, оно было оформлено музыкой и воспевалось разными-разными людьми в разные времена. И вот примерно в одно и в то же время, когда жил Давид, когда Давид получил такое вдохновение от Бога построить словословие и хвалу в Доме Божьем. Туда, куда он хотел принести ковчег, где он хотел славить Господа. И не об этом сегодня речь. Я хочу поговорить о разновидностях псалмов, которые мы сегодня с вами читаем в Священном Писании. Вот передо мной открыта эта огромная Библия, очень удобно с нее читать. И здесь вот как раз она открыта у меня на псалтире. Псалом. Псалом, например, 137. Сегодня я хочу с вами поговорить из этого псалма, посмотреть в этот псалом и увидеть, что же здесь говорит Давид. И обратить ваше внимание, что псалмы, они разные. Разные. Некоторые псалмы повествуют, когда Давид брал арфу, когда человек берет музыкальный инструмент, он может на клавишах, на гитаре, он может воспевать Господу и говорить Господь, повествовать о Господе, о его делах, о его победе, о его славе, о том, что он совершил, как он провел через какие-то обстоятельства. Это одна сторона. Другая сторона псалмов. Есть псалмы, которые, где Давид раскрывает свою душу, раскрывает свое сердце и делится своими переживаниями. И прямо во время пения он как бы изливает свою душу. Может быть, где-то он жалуется Господу о своем состоянии, что он переживает какие-то бури, страхи, штормы. Где-то он говорит о том, чтобы взывает к Богу, это как молитва идет, он взывает к Богу о защите. Он просит, чтобы Бог провел через сложные обстоятельства, чтобы Бог его укрепил и усилил. Это очень интересные послания. И также есть псалмы, которые конкретно направлены к самому Богу, где он восхищается Богом и говорит ему, какой ты. Вы знаете, когда мы встречаемся с нашими друзьями, например, мы часто рассказываем о каких-то ситуациях. Вот это произошло в моей жизни. Вот это было. Вот так Бог мне помог. Мы рассказываем о том, как Бог нам где-то помог. Где-то мы рассказываем, делимся с другом, с друзьями и говорим о том, что вот у меня трудное время. Помоги мне, пожалуйста, поддержи меня. Там просим о чем-то помочь. Это тоже важный момент общения. Но есть моменты общения. Обычно они такие бывают короткие. Но чаще они бывают, когда существует это отношение между супругами или между друзьями, которые, скажем так, не друзьями, а женихом и невестой. Когда они восхищаются друг другом. Когда жених говорит или муж говорит своей жене, какая ты у меня прекрасная. Как ты умеешь делать и это, и это, и такая, и такая ты. И жених, и невеста говорит своему жениху. Или жена говорит своему мужу, ты восхитительный, ты молодец. Ты вот это, вот это сделал. Я восхищаюсь тобой. И знаете, в отношениях, наших отношениях с нашим Господом, есть тоже такие моменты. О них говорит Писание, что это тайные встречи. Это тайные моменты, когда ты один на один встречаешься с Господом, когда ты изливаешь ему свою душу или восхищаешься им. И вот один из таких псалмов, когда Давид непосредственно обращается к Господу и говорит о том, что он будет делать для Бога. Часто мы говорим, Господь, я прошу, чтобы ты сделал для меня. Но есть моменты, когда нужно обратиться непосредственно к Богу и говорить Богу, что ты сделал для меня, как я восхищен тобой. И что я хочу в ответ сделать для тебя. И сделание чего-то для Господа, оно включает в себя и какие-то дела, и оно также включает в себя словословие, хвалу, восторг, поклонение. И давайте обратим наше внимание, как Давид в 137-м псалме обращается к Господу. И через это обращение мы с вами для себя откроем очень удивительные вещи. И можем через это научиться славить Господа. Псалом 137-й, с первого стиха. Давид говорит. Какие бы боги вокруг нас не существовали, какие бы кумиры, которых возводят люди, они могут быть вокруг нас. Может быть, знаете, иногда писание богами называют с маленькой буквы самого человека, людей, которые окружают нас. Поэтому Давид говорит, я перед всеми, мне не важно, кто окружает меня, я пою тебе. Славлю тебя всем сердцем моим. Очень важно обратить внимание на свое сердце. Иногда писание говорит нам, что мы можем славить Господа устами. А сердце в этот момент находится далеко. Сердце не погружено в его присутствие. Сердце не погружено в его словословие, восхищение им. Сердце в этот момент, оно находится в состоянии, ну, нейтральном, может быть, каком-то. Где-то, знаете, иногда мы автоматически произносим какие-то слова, а сердце наше не участвует в этом, а Господь желает, чтобы и наш дух, и наша душа, и наше тело славили Господа. В это три единства, чтобы через наше духовное возрождение, которое мы получили от Иисуса Христа, наш дух занял первое место над душой и над телом, чтобы дух подчинил себе душу. Это наши эмоции. Дух – это наше сердце, это наша внутренность, чтобы она подчинила все наши эмоции, все наши мысли, все наши чувства для Господа, чтобы мы были сосредоточены на нем. И Давид говорит, славлю тебя всем сердцем моим. То есть, когда из нашей внутренности мы начинаем славить Господа, то наши эмоции, они подчиняются, они подчиняются нашему духу. И через наши эмоции мы выражаем восторг, любовь, и они предназначены для того, чтобы оживать в присутствии Божьем. Второй стих. Мы будем потихонечку идти рассматривать каждый из стихов этого псалма. Давид говорит, поклоняюсь предцветым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. И Давид обращается к Господу. И он лично говорит ему, поклоняюсь предцветым храмом твоим. Храм – это место, куда приходил Господь. И Давид говорил об этом храме, потому что Давид больше, наверное, представлял Бога снаружи, который живет в храме и приходит в то место, которое для него построено. И он очень хотел построить место обитания Господа, он очень хотел построить храм, физическое место, где бы было установлено служение, где бы было святое святых. И частично, я думаю, Давид все равно понимал, что храм, он может находиться где-то внутри. А Иисус об этом сказал конкретно, что место поклонения и присутствия Божьего, оно находится внутри человека. И когда Иисус говорил, что Отец ищет поклонников себе, Он говорил, Он ищет поклонников себе не только в храме, и не на какой-то горе, и не на каком-то месте, а на всяком месте, поклоняющихся Ему в духе и истине. Давид говорил, я поклоняюсь предцветым храмам твоим, то есть поклоняюсь там, где ты обитаешь. «Славлю имя Твое!» И он начинает обращаться к Господу. Я славлю имя Твое. И когда мы читаем эти псалмы, мы можем обращаться прямо к Господу и говорить, делать это личным, эти слова личными, и выражать их лично Господу. «Славлю имя Твое, Господь!» За милость Твою, за милость Твою, Бог добр и милостив к нам. Его милость обновляется каждое утро над нами. Дни так устроены, интересно, что мы каждый день заканчиваем сном и начинаем его, просыпаясь. И как бы каждый день он приносит для нас день 20, предстоящий. Мы не 24 часа в сутки живем. Мы из них где-то 8 часов, 7-8 часов мы спим, а оставшиеся 16 часов бодрствуем. И вот эти часы, они посвящены Господу. И он говорит за милость Твою, потому что в этом дне, который, знаете, ночью Господь нас вразумляет, защищает, охраняет, поэтому возлюбленному своему он дает сон, и мы спокойно спим ночами, доверяясь Ему. И наступающий день он приносит нам благословение, потому что милость его обновилась над нами. Если бы Бог поступал с нами по нашим делам предыдущих дней, то мы бы никогда не увидели его милости, не увидели его добра. Но его милость обновляется над нами, и мы видим его добро, его помощь для нас в этом дне. И это очень важно видеть, как он заботится о нас в каждом дне и воздавать ему славу за прошедший день, что он сохранил нас, защитил и явил свою милость. И вот это соединение, это содружество с Богом, это неразрывное отношение, общение с Ним создает нам мир и стабильность внутри нашего сердца. И за истину Твою, славлю Тебя за истину Твою, что есть истина. Для меня истина – это Иисус Христос. И Писание говорит, что Иисус Христос есть истина. Поэтому я славлю Тебя, Господь, за Твою истину. А истина Его в том, что в Иисусе Христе дана нам жизнь и дана жизнь с избытком, что в Иисусе Христе дана нам радость, дан покой, дано прощение, дана надежда, дана крепость и так далее. Я славлю Тебя за истину Твою, потому что Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Господь вознес Слово Своё превыше всякого имени Своего. Господь вознес Слово Своё превыше всякого имени Твоего. То есть Его Слово, оно для нас имеет огромное значение. Иисус Христос есть живое Слово. Сам Иисус – это есть Слово, которое было высвобождено Богом, когда Он творил мир. Словом Он сотворил мир. И Иисусом Христом Он творил этот мир. Он творил его для Него. И Иоанн говорит нам в своём Евангелии, что Слово стало плоти и обитало с нами. И Иисус Христос есть это Слово, которое обитает с нами, которое обитает внутри нас. И поэтому оно превыше всякого имени. И Бог дал власть имени Иисуса Христа сегодня превыше всякого, любого, другого имени на планете Земля, во Вселенной. Над силами тьмы есть имя Иисуса Христа. Над обстоятельствами есть имя Иисуса Христа, которое выше. И пред Его именем сегодня преклоняются всё, преклоняются все болезни, преклоняются все обстоятельства, преклоняются все правители, преклоняются все силы зла. Может быть, мы не видим это публично, но мы однажды это увидим и публично. Но мы знаем, что в духовном мире это происходит. И когда мы в Иисусе Христе, мы защищены им, и Его Слово охраняет нас. И поэтому обстоятельства, они перед нами падают. Как бы они высоко не хотели подняться над нами, они падают в Его присутствии. Третий стих. В день, когда я вас звал, ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость. Когда мы взываем Господу, Он слышит нас. Давид говорит, в день, когда он обращается лично к Богу, и говорит, в день, когда я вас звал, ты услышал меня, Господи. В день, когда я взываю к тебе, ты слышишь меня? И в этот эфир, Господь, мы, взывая к тебе, знаем, что ты слышишь нас. Мы взываем к тебе, Господь. Что такое воззвал? Воззвал, воззвал, это очень сильно изнутри, из всей своей сущности захотел услышать Господа. Захотел обратиться к Нему, потому что понимаешь, что Он твое упование, Он твоя надежда, Он твоя сила. И когда мы взываем к Нему, Господь, ты мое упование, ты моя сила, ты моя защита, я взываю к тебе, я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь в тебе, каждый день, я нуждаюсь в твоей защите, когда я сажусь за руль, когда я веду автомобиль, я нуждаюсь в твоей защите, когда я встречаюсь с людьми, я нуждаюсь в твоем присутствии, я нуждаюсь в твоей милости, в твоей благодати, когда я общаюсь с людьми, я нуждаюсь в твоей мудрости, чтобы не просто пустословием заниматься, а чтобы слова были приправлены солью. Господь, вот, я нуждаюсь в тебе, да, я беден и нищ, в другом месте говорит Давид, я беден и нищ. И Иисус говорит, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Я нуждаюсь в Тебе, Господь, потому что без Тебя не могу ничего. Я хочу, чтобы Ты был в моей жизни, чтобы Ты проявлялся, Господь, через мои слова, через мои действия. Научи меня так, Господь, жить при Тобой, чтобы иметь это мудрое сердце, чтобы реализовывать Твое присутствие в моей жизни. И дальше Он говорит, Ты вселил в душу мою бодрость. Наша душа, мы уже говорили, что душа, она отражает либо состояние нашего духа, либо она реагирует на то, что происходит извне, и тело, плоть наша реагирует, и душа начинает печалиться, унывать, расстраиваться, злиться. Это все эмоции души. Начинает раздражаться, недовольствовать или радоваться, наоборот, восторгаться. Иногда чрезмерно, может, эмоции, радости могут забивать человека, что он теряет, как бы, контроль даже над собой. Это наша душа. Но когда мы взываем Господу, Он вселяет в душу мою бодрость. Бодрость. Что такое бодрость? Это такая жизнеспособная активность, наверное, я бы так это назвала. Когда мы взываем Господу, Он слышит нас и вселяет нас эту бодрость. У нас есть желание жить, желание что-то делать, делать добро для своих ближних, любить их, улыбаться им, быть наполненной жизнью. И это бодрость, которую вселяет в нашу душу Господь. Это так здорово, когда у нас эта бодрость есть. Аминь. Четвертый стих. «Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих». И вот здесь Давид начинает уже говорить о результате того, что будет происходить с людьми, когда они начнут ощущать его присутствие. И он говорит, «Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих». Когда слово от Господа касается сердца человеческого, то сердце человеческое начинает славить Господа. Вы, наверное, оказывались в такой ситуации, когда присутствие Божье касалось вас, когда ваше сердце оживало в присутствии Бога. И тогда возникало это желание славить Господа. Иногда мы славим Господа, потому что плоть, она противится, но мы понимаем, что мы призваны Его славить. И мы делаем выбор. Я буду лучше славить Господа, чем роптать, чем возмущаться, чем задавать странные вопросы. Я буду лучше славить Бога, благодарить Его за все в моей жизни. И когда мы понимаем, принимаем это откровение, когда мы слышим слова уст Его, а слова уст Его – это Его Слово, которое Он говорит нам через Священное Писание, через проповедь, через поклонение, Он касается Своим Словом нашей внутренности. И тогда мы хотим Его славить. О, Господь, я благодарю Тебя. Да, Ты коснулся моего сердца, и мы хотим славить Тебя. И дальше пятый стих. Посмотрите, что говорится дальше. Когда услышат слова уст, то воспоют пути Господни. Воспоют пути Господни. Когда мы слышим слова уст, мы начинаем прославлять Господа и воспевать пути Господни. То есть у Господа для нас есть пути, и Он ведет нас этими путями. Пути могут быть разные. Иногда пути бывают, пути жажды, когда мы жаждем Господа, когда мы хотим, и мы начинаем петь об этом. Вы, наверное, слышали, когда в моменты поклонения, молитвенные собрания, служения хвалы и поклонения, на каких-то конференциях, собраниях молитвенных, вдруг начинается воспевание какого-то момента, например, жажды. Жаждет Тебя душа моя, Господи. Ищу лица Твоего, Господи. Наполни меня. То есть мы начинаем искать путей Божьих и хотим, чтобы жажда приходила в наше сердце. Мы начинаем петь об этом. Иногда пути Господни, Господь показывает нам, что Он хочет открыть нам еще больше глубину своей любви. И тогда в этот момент мы начинаем петь о Его любви. Мы начинаем восхищаться Его любовью. То есть воспевать пути Господни, а пути Господни бывают разные. И мы начинаем воспевать о Его любви. Мы начинаем говорить о том, что Его любовь, она изменяет наше сердце. Пусть Твоя любовь никогда не кончается. Твоя любовь никогда не остановится. Мы начинаем петь и воспевать о Его любви. Любовь, которая прощает. Любовь, которая родилась на Голговском кресте. Которая родилась в сердце Бога. Проявилась на Голговском кресте. Мы начинаем петь. Иногда Господь ведет нас, чтобы мы воспевали о Его крови, о Его жертве. Видите, разными путями мы воспеваем Господу. И написано, ибо велика слава Господня, велика, огромна, разносторонняя слава Господня, и во всех этих моментах является Его слава. Поем ли мы о кресте, поем ли мы о крови, поем ли мы о жизни, поем ли мы о радости, поем ли мы о прощении, о жажде, о познании Господа, или мы Его славим, непосредственно восхваляем, восклицаем, восхищаемся, это все является великой славой Господней. И она велика, она огромна, она неизмерима, поэтому сегодня мы можем видеть, что когда мы славим Господа, мы двигаемся в разных направлениях. Пятый стих. Шестой стих. Теперь мы посмотрим, что говорится в шестом стихе. Надеюсь, мы успеем с вами пробежать, просмотреть все стихи, и потом, когда вы будете, еще когда закончится эфир, вы можете открыть этот псалом, и еще лично посмотреть его, лично прочитать его, и еще больше углубиться в Священное Писание. Ведь нам так важно погружаться в Священное Писание и размышлять над ним. Маленький псалом, восемь стихов, но много мудрости мы можем начерпать в этом источнике. Шестой стих. Высок Господь, смиренного видит и гордого узнает издалека. Да, конечно, высок Господь. Мы понимаем, что Господь наш высок, Он над всем. Он знает все. Он знает все движения мысли внутри тебя. Он знает все настроения твоей души. Какое дело Богу до моей души? Некоторые задают такой вопрос. Какое ему дело вообще для моих каких-то переживаний? Ему есть дело для твоих переживаний, потому что он отец. Отец, заботящийся о своих детях. Когда мы смотрим на наших детей, будучи хорошими родителями, мы интересуемся, что переживают наши дети, через что они проходят. И нам приятно, когда дети делятся с нами своими переживаниями. Особенно это делают маленькие дети. И мы в глазах Бога маленькие дети. Мы в Его глазах не великие, большие, какие-то огромные сыновья и дочери. Мы в Его глазах дети. Иисус сказал, будьте как дети, тогда войдете в Царство Небесное. То есть в простоте, будьте открыты перед Богом. Да, по каким-то свершениям, по каким-то достижениям мы пытаемся быть взрослыми. Да, это хорошо. Но в глазах Бога мы всегда дети. И пусть эта простота от нас не отступит. Высок Господь смиренного видит. Мы говорили о смирении в последние дни. Смиренного видит Господь. То есть того, который доверяет Ему. Тот, который открыт для Него. Тот, который хочет смириться перед Господом. Быть послушным Богу. Уповать на Него. Доверять Ему все в своей жизни. Это смиренный человек. И гордые люди есть. И гордого тоже видит Господь. Гордый, который какую-то часть берет на себя. Или все берет, хочет взять на себя. Амбициозный человек, уверенный в себе. И вот этот процесс изменения нашей внутренности, преображения нас от гордого к смиренному. Это производит нас Дух Святой, когда мы подчиняемся Ему. Седьмой стих. Давайте посмотрим, что говорит нам седьмой стих. Давид говорит, если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою. И спасет меня десница твоя. Давайте посмотрим, это маленький процесс, о котором говорит Давид. Иногда этот процесс, он заключен всего лишь в одном стишке. Но иногда это событие, оно может занимать долгие дни в нашей жизни. Какие-то долгие периоды, через что мы проходим. Может быть, это неделя, может быть, это месяц. Через какие-то обстоятельства. Иногда, когда мы попадаем в состояние какой-то болезни, связанной с нами или с нашими близкими, это может занять более длительный срок. Но посмотрите, что говорит здесь Давид. Седьмой стих. Если я пойду посредине напастей, ты оживишь меня. Если я пойду, то есть, этот стих говорит нам не о том, что всегда будут напасти в нашей жизни. Нет. Но если они случатся, почему они могут случиться? Потому что дьявол хочет что-то сделать против нас. Бог за нас. Но мы иногда попадаем в обстоятельства, которые спровоцированы какими-то действиями других людей, атакой дьявола. Или, может быть, мы сами попали в эти обстоятельства через не бодрствование, не мудрость, не послушание. Мы залезли куда-то, вклинились куда-то и попали на вот эту территорию напастей. Вдруг на нас стали сваливаться какие-то напасти. Вдруг все начало ломаться. У нас, у меня недавно в доме такое случилось, когда вдруг стало все ломаться. Пробило счетчик, стала вода разливаться. Сломалась поливная система. Сломался электрический счетчик. Вдруг все эти напасти навалились. И кажется, ну что же это происходит? Чему же это происходит? Так и хочется задать вопрос. Почему же это происходит? Потом думаешь, надо решать этот вопрос. Что о нем думать? Почему это происходит? Да, нужно их решать. И поэтому, когда мы проходим через напасти, то что есть для нас обетование Божье? Ты оживишь меня. В этот момент происходит оживление, когда мы проходим через какие-то сложные обстоятельства. Мы начинаем искать Господа. Мы оживаем. Мы начинаем искать ответов от Бога. Господь, а как мне поступить? Дай мудрость. Дай мне тех или иных людей, чтобы мне они помогли, чтобы мне решить эту ситуацию. Господь, пошли мне правильного человека. Пошли мне хорошего спутника. Или пошли мне хорошего доктора. Или мы начинаем оживляться. И Господь вступается за нас. Мы начинаем уповать на Него, призывать Его. И написано, что ты прострешь на ярость врагов моих, руку твою. Если это связано с людьми, если это связано с обстоятельствами, или с какими-то демоническими атаками, Господь прострет руку и остановит это. Его рука могущественная и сильная. Аллилуйя. О, великая рука Господа над нами. Она защищает нас. Господь хранит нас. Оберегает нас. Он простирает руку свою над нами. Аллилуйя. И спасет меня десница твоя. Он берет, простирает руку и спасает тебя из этой ситуации. Спасет меня десница твоя. Рука его спасет тебя, если ты взываешь к нему, если ты славишь его, если ты доверяешь ему. Аллилуйя. Слава Господу. И восьмой стих. У нас остается как раз немного времени. И мы подходим к концу нашего эфира. И я хочу прочитать восьмой стих. Господь совершит за меня. Посмотрите, когда мы уповали на Господа, когда мы проходили через эти сложные напасти, эти какие-то сложные обстоятельства, нас спасает его десница, и он совершает за меня. Есть вещи невозможные, которые мы не можем совершить, но он начинает совершать эти вещи за нас. Сверхъестественное приходит в нашу жизнь. Сверхъестественно откуда-то придет помощь, откуда-то придет поддержка, решение, его благодать придет и поможет нам Господь. Если нужно послать ангелов своих, он посылает ангелов. Если нужно послать своего слугу, он пошлет своего слугу, пророка, пастора, служителя, который скажет слово ободрения, помолится за тебя. И Господь совершит за меня. Я не могу это сделать, а он может это сделать, я ему доверяю. И дальше милость своя Господи вовек. Его милость вовек. Она никогда от нас не отвернется, никогда от нас не отступит. И если мы прибегаем к нему, мы иногда думаем, смотрим на людей, которые проходят, становятся какими-то злыми, становятся какими-то отступниками или что-то делают неправильно. И мы думаем, почему же он же был с Господом? Этот человек отвернулся от Бога. Милость Божья продолжает быть над этим человеком. То есть она открыта, Бог открыт. Он зовет. Но если человек поворачивается спиной и сам начинает что-то делать, тогда он может наломать дров. Но милость Господа твоя вовек. Дело рук твоих не оставляй. Господь, дело рук твоих не оставляй. Ты продолжаешь, твоя рука продолжает работать надо мной. Не оставляй дела рук твоих, Господи. И он не хочет оставить дело рук своих. Милость его сегодня над нами. Я хочу молиться сейчас за вас, дорогие. Потому что милость его над нами. Он благ и милостив сегодня каждому из вас. Отцовская любовь течет сейчас прямо в ваше сердце. И сейчас я буду молиться. Я прошу, закройте ваши глаза и принимайте эту отцовскую любовь. Принимайте Божью милость. И во время молитвы, возможно, вы получите освобождение, исцеление и помощь. Потому что Господь сегодня хочет проявить дело рук своих над вашими жизнями. Отец Небесный, во имя Иисуса, я молюсь сейчас, Господь, по слову Твоему, за каждого драгоценного зрителя, кто смотрит нас в этом эфире. Я прошу Тебя, Отец, пусть Твоя божественная любовь сейчас больше и больше изольется в каждое сердце. Изливай, Господь, свою любовь. Изливай свою милость. Твоя любовь, Господь, велика каждой душе, каждому человеку. Твоя любовь, Отец, Твоя любовь изливается. Твоя любовь, Господь, течет в каждое сердце. Принимай любовь Божью. Он любит тебя. Наполняйся этой любовью. Открой свое сердце, чтобы оно расширилось и было наполнено Его любовью. Только любовь Божья способна исцелить наши сердца, способна исцелить наши души, способна исцелить поломанные сердца и дать надежду. Господь, Ты принимаешь нас такими, какие мы есть и поднимаешь нас на свои высоты. Благослови каждого драгоценного брата и сестру, каждого драгоценного человека в этой молитве. Пусть Твоя любовь течет. Изливай свою любовь, Отец. Изливай. Мы принимаем Твою любовь. Мы принимаем Твою любовь в наши сердца. Мы принимаем Твою любовь в наши души. Пусть, Господь, Твоя любовь заполнит нас полностью, потому что любовь Твоя излилась сердца нашим Духом Святым, а Ты не меру даешь Духа. И пусть эта любовь еще больше расширяет наши сердца, чтобы мы могли любить себя, могли любить тех, кто рядом с нами, любить их больше всего, могли любить Тебя, Господь, потому что без Тебя мы не можем Тебя любить. Наполняй нас своей любовью. Благослови. Благослови, Господь, кто нуждается в исцелении прямо сейчас. Пусть исцеление придет в разбитые тела. Во имя Иисуса пусть засохнет всякая опухоль, уйдет всякое воспаление и будет восстановление в телах. Во имя Иисуса восстановление зрения и слуха. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас, друзья, что мы были сегодня вместе в эфире. Да будет слава вся нашему Господу. Прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok